Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать события фундаментального характера, влияющие на динамику финансовых активов. Сегодня очень важный день, поскольку американский регулятор подведет итоги двухдневного заседания и пересмотрит процентную ставку. Небольшое уточнение, пересмотр процентной ставки это не обязательно ее изменение. Ее могут оставить на прежнем уровне, но вопрос о том, что с ней сделать, безусловно, будет понят. Поэтому, если вы все-таки следите за преимущественно долларом, безусловно, сегодня вам нужно быть у компьютеров в 21.00 по московскому времени решение по ставке. Традиционно через 30 минут после этого даст пресс-конференцию председатель американского регулятора Джером Пау. Вот на нее мы обратим больше внимания, потому что лично мое субъективное мнение, я думаю, что его поддержат многие, сейчас, может быть, и нету таких суперсерьезных оснований, чтобы ставку снижать прямо на текущем заседании. Можно чуть-чуть подождать еще, посмотреть, как поведет себя американская экономика дальше, но при сохранении текущего новостного фона это решение, в конце концов, будет принято. К доллару, друзья, еще вернемся. Давайте поговорим о рынке нефти, который снова отбился от 60 долларов за баррель по Brentu, восстанавливается 61.45 сейчас котировки. И, честно говоря, вчера был действительно фундаментальный фон, который оказал поддержку покупателям. Ну, во-первых, это очередной твит Трампа, мы уже, в принципе, соскочились по ним в плане их влияния на то, что происходит на площадках. О том, что у него был проложительный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, они обсудили, на каком этапе сейчас находятся США и Китай в плане торговых переговоров, и договорились вроде бы как встретиться на, скажем, саймке G20, который состоится уже фактически на следующей неделе. К чему это приведет, друзья, я не знаю, но я могу точно сказать, что если участники рынка рассчитывают, что вот оно, то самое событие, которое вернет страны за стол переговоров и, в конце концов, будет способствовать подписанию торгового соглашения. Друзья, я думаю, что это неправильная, скажем, мысль, она ни к чему хорошему не приведет, потому что, в конце концов, придется разочароваться. Я уверен, что снова никаких конструктивных выводов не последует и не будет никакого базиса для вот последующего снятия с повестки нашего обсуждения такое понятие, как торговая война. Поэтому, если рынок вырос, но, может быть, это заблуждение, я считаю, что это не фактор поддержки, потому что, скорее всего, уже на следующей неделе мы снова будем говорить о пропасти, скажем, между странами в понимании и поиске того, что может преодолеть эти торговые барьеры. Второй фактор поддержки – это комментарии дороги, которые вчера обвалили курс евро, но это комментарии, которые предполагали стимулирование экономики и, соответственно, рассуждая, стимулирование экономики поддержит в целом экономический рост. Это скажется на объемах потребления, в том числе и сырьевых инструментов. Я думаю, что тоже вряд ли сейчас стоит рассуждать о том, к чему приведут стимулирующие меры Европейского Центрального Банка, потому что политика в ЕЦБ остается мягкой уже больше пяти лет, друзья. А проблемы, они не решаются, к сожалению, только усугубляются. Ближневосточный фон я предлагаю пока оставить в покое, хотя страсти накаляются. США постоянно, фактически на еженедельной основе перебрасывают на Ближний Восток военный контингент. Я думаю, что вы сами прекрасно можете понять, к чему это в конце концов приведет, если не удастся найти общий язык с Ираном. Но к этой теме мы еще, я думаю, не раз вернемся. Сегодня фокусируемся на данных по запасам нефти в 17.30. Они выйдут по прогнозам. Нас ожидает статистика со знаком минус, но много раз уже были обозначены эти прогнозы, однако все равно запасы росли. Я считаю, что если запасы сегодня также вырастут, то рынок сфокусируется на них. А это приведет к снова снижению цен на углеводород. Это мое ожидание, потому что может произойти с нефтью, но не значит то, что сейчас нужно открывать позиции, потому что, опять же, фон очень противоречивый. Пожалуйста, держитесь подальше пока от нефтянки. Доллар иена 108.31. Сегодня, как я и ожидал, и как я не раз говорил, у нас потенциальный момент истины для доллара. Будем надеяться, что если Джером Пау в ходе своих комментариев обозначит готовность к неоднократному, ну пусть даже к однократному снижению процентной ставки до конца этого года, это должно привести к снижению курса доллара. Обстоятельств для этого достаточно. Причин тоже промышленный спад, низкие значения инфляции, торговая неопределенность, конфликт с Китаем, торговый конфликт, конечно же. Это поднимает вопросы о рецессии американской экономики, и то, что же должен сделать Федрезерв, как регулятор, который отвечает за стабильность национальной финансовой системы США. Что он должен сделать, чтобы нивелировать последствия вот этих факторов и поддержать экономику? Ну, конечно же, это снижение процентных ставок. То, что сегодня будут сделаны мягкие комментарии, говорит, рынок долга США казначейские облигации уже в районе 2% почти. Друзья, я думаю, что, возможно, до конца этой недели мы окажемся даже ниже. Поэтому ждем сегодня решение поставки в 21.00 по московскому времени, потом пресс-конференцию Джерома Павла, и рассчитываем на то, что доллар все-таки окажется ниже текущих значений против иены. И в целом пара доллар-иенов выйдет из узкого коридора консолидации, в котором находится уже очень давно. То есть пробьет поддержку 108.00. Евро против доллара 1.1187. Мы ниже поддержки 1.12. Вчера и статистика индекс настроений Зью по Германии минус 21.00. Друзья, я рекомендую, если вас интересует срез статистики и отслеживание тенденций, посмотреть, и если вас не затруднит, опять же, также в комментариях к брифингу указать, нашли ли вы вообще прецедентов, чтобы когда-нибудь статистика была на таких значениях. Я думаю, что интересные вопросы, и, может быть, даже это самые худшие показатели, которые и вовсе были зафиксированы статистиками. Базовая инфляция 0.8%, это гораздо ниже единицы. Пересмотр с 1.3, ну, тут уже даже добавить нечего. Хуже, чем даже предполагали медведи-пессимисты, оценивающие общую ситуацию с инфляцией в рамках еврозоны. И драги в ходе вчерашних заявлений, как я уже отметил, дал понять, что ЕЦБ будет стимулировать экономику агрессивно. ТЛТРО – это, скажем, только цветочки. Возможно, дальше будет снижение процентной ставки и снова запуск программы количественного осмельчения. Вот, пожалуйста, это и привело к той динамике, которую мы видели по евро. На таком фундаменте, друзья, можно только снижаться, поэтому евро фактически обречен на то, чтобы двигать дальше в район отметки 1.10. Фунт против доллара 1.2555. Почти мы достигли целей на уровне 1.25. Знаю, что кто-то уже пофиксился. Ну, и, в принципе, правильно сделали, потому что была у нас очень похожая ситуация с австралийцем когда-то, когда несколько пунктов нам не хватало до поддержки 0.70, и мы вот разворачивались, как назло, уходили выше. Если вы вышли из коротких позиций, друзья, молодцы. Если нет, ну, будем ждать. Давайте все-таки тест 1.25. Вчера Борис Джонсон победил во втором туре голосования на пост главы консерваторов. Борис Джонсон, как вы знаете, это еще более непримиримый сторонник жесткого Brexit и выхода без сделки. В четверг супердень для фунта, то есть завтрашней торговой сессии, где мы также ждем потенциальных намеков на дополнительное смягчение монетарной политики, что должно привести к еще большему снижению британской валюты. Доллар канадец 1.3376, сегодня в 15.30 выйдут данные по базовой инфляции Канады. Базовый индекс потребительских цен, скорее всего, снизится с 1.5 до 1.2%. Это достаточно, чтобы мы снова заговорили о том, что и канадский регулятор тоже будет действовать в унисон с прочими регуляторами по стимулированию экономической политики. Это тоже горизонт для роста пары, ослабления курса канадского доллара и, опять же, расчет на то, что пара уйдет выше отметки 1.35. По австралийце, друзья, 0.6870, как минимум ждем пару на отметке 0.68-0.67, потому что Резервный банк Австралии подтвердил, что ставки будут снижаться и дальше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.